В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Наши авторы, как всегда, расскажут зрителям о событиях, произошедших и предстоящих. Смотрите сегодня. Ночь искусств. В рязанских театрах и музеях пройдет ежегодная акция, приуроченная Году культуры в стране. Борьба с игорным бизнесом продолжается. Полицейские выявили очередной клуб азартных игр. Школа приемного родителя. Помощь в подготовке к новому этапу в жизни приемной семьи. В режиме жесткой экономии необходимо максимально сохранить социальную поддержку населения Рязанской области. Такое заявление губернатор Олег Ковалев сделал 27 октября на заседании регионального правительства. По словам главы региона, бюджет 2016 года будет одним из самых сложных за последние несколько лет. В связи с этим уже сейчас следует принять режим жесткой экономии по тем направлениям, которые не являются жизненно определяющими для населения региона. Мы в 2016 году уже планируем, судя по тем справкам, которые Минфин мне дает, мы планируем увеличение более чем на 280 миллионов рублей средств, направленных из регионального бюджета на поддержку ветеранам труда, друженикам тыла, реабилитированных, выплату пособий на детей, субсидийским специалистам, обеспечения лекарственными средствами. Потому что сегодня в условиях жесткого режима экономии вот эти направления являются определяющими. Необходимо будет принять вот такие жесткие самоограничения на ряду сроком. Значит, меры такие намечены, и нам предстоит их буквально в оставшееся время до наступления нового 2016 года реализовать эти меры с тем, чтобы с января 2016 года мы вошли уже достаточно подготовленными к тому, чтобы в условиях жесткого бюджета обеспечить все социальные выплаты, весь уровень поддержки населения, который у нас сегодня есть. В то же время мы должны сохранить и определенный уровень капитальных вложений. Это такие направления, как строительство школ, строительство физкультурных объектов, строительство объектов культуры. Всем профильным министрам прошу самым внимательным образом отнестись к тому, что я сказал. И уже самим посмотреть, от каких расходов можно избавиться, где можно сэкономить, посмотреть, как работают наши группы, насколько они нужны, насколько они эффективны, посмотреть, как работают бюджетные учреждения, как они тратят и как используют те деньги, которые они имеют право зарабатывать вне бюджета, на какие направления сегодня. Сосредотечение финансов на главных задачах является определяющим. В этом году Рязанская область примет участие в культурном проекте «Ночь искусств» приуроченному Году культуры в России. Пройдет акция 3 ноября, а участие в ней примут театры, музеи, библиотеки, Рязанский музыкальный колледж имени братьев Пироговых, Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. Гостей ждут познавательные выставки, художественные инсталляции, демонстрации костюмов 19 века, концертная программа и спектакли. Небольшой анонс культурных мероприятий в материале Алены Куколевой. Музей истории молодежного движения предлагает посетителям посмотреть выставки «Мужской портрет в интерьере», «Геометрия поиска», «Кукольный мир» Веры Тришкиной. А также приглашают на уроки современного дизайна и встречу с молодыми поэтами Рязани. «Ночь искусств» в нашем музее, музее истории молодежного движения, она на самом деле будет парадом искусств. У нас работает замечательная выставка скульптуры Раиса Васениной. В рамках этой ночи состоится встреча с мастером. То есть каждый может прийти, поговорить с ней, задать какие-то вопросы, которые интересуют, высказать свои суждения по поводу работы, потому что работы все очень яркие, неординарные, необычные. Вообще заявлена «Ночь искусств» с 18.00, но мы начинаем раньше. Музей работает с 12 часов дня. И в свободном режиме, то есть бесплатно, можно будет посетить и все экспозиции музея, и все выставки. В этот день в 19.00 Театр «Кукол» установит арт-контакт со студентами творческих отделений, рязанских вузов, музыкального и художественного училищ. Фойе театра станет настоящей арт-галереей. Подарок всем участникам акции актеры Театра «Кукол» подготовили поэтический спектакль «Демон». Музей Павлова «Ночь искусств» работать не будет, зато предлагает интересную программу на 4 ноября. В этот день в 16.00 состоится творческий вечер Людмилы Васютиной и поэтессы Лепиной под названием «Поздняя осень и романс». В 2000 году Людмила Анатольевна, государственно-федеральный инспектор Паризанской области по охране труда, пришла с проверкой в музей по охране труда. И вот с этих пор началась наша дружба. Она очень талантливый человек, талантливый литератор, музыкант, автор-исполнитель своих песен, прекрасно играет на гитаре, вообще чудесный человек. И у них вот такой творческий дуэт с поэтессой Лепиной. И вот с тех пор мы постоянно устраиваем музыкальные и литературные вечера. То есть она нам помогает развивать музыкальные и литературные традиции Павловского дома. Развлекательная программа «Мы танцуем и поем» пройдет в областном музыкальном театре. Участники клуба исторического танца «Вдохновение» устроят костюмированное шоу с демонстрацией танцевальных композиций разных эпох. Потом всех желающих приглашают на дискотеку с диджеем, которая вернет всех в 21 век. Вечером в понедельник Первый канал начал показывать сериал «Палач». Съемки проходили в Ярославле, а также на конезаводе в поселке Сторожилово Рязанской области. «Палач» — сиквел награжденного премией «Золотой орел» сериала «Мосгаз». Сюжет сериала основан на реальных событиях. Он рассказывает о женщине, которая во время войны поступила на службу к немецким оккупационным властям и расстреляла более полутора тысяч человек. Это, само собой, далеко не первая кинокартина, снятая на Рязанской земле. Согласитесь, не мудрено, что именно в наших краях художники и режиссеры видят интересный антураж и неповторимую атмосферу. К другим новостям. В Рязани на протяжении последнего года работает школа приемного родителя. Организована она на базе одной из школ-интерната. Все, кто принял решение взять под опеку или усыновить ребенка, предварительно должны получить в школе юридические, психологические, медицинские знания по воспитанию и образованию детей, оставшихся без попечения родителей. Подробнее расскажет Наталья Новикова. Школа-интернат номер 26 на улице Новаторов – это место, где обучаются детям с особыми потребностями, дети с проблемами зрения. А еще на базе этой школы вот уже год существует школа приемного родителя. Школа приемных родителей – явление относительно новое, а с 2012 года – это обязательная ступень, через которую необходимо пройти всем решившимся на усыновление ребенка. После окончания выдается свидетельство о прохождении обязательной подготовки по установленной Министерством образования и науки Российской Федерации в форме. Сейчас уже, можно сказать, эти программы помогли немалому количеству детей и родителей найти друг друга и создать новые семьи. Родитель, который принимает ребенка в семью, должен быть профессиональным родителем. И это расшифровано. То есть он должен овладеть, неважно от базового образования, основами педагогики, основами психологии, умение выходить из конфликта, знать возрастную психологию, знать психологию приемного ребенка. Часто будущие родители считают, что они готовы к появлению в семье ребенка, и дополнительные знания им не нужны. Но практика показывает, что сотрудники подобных учреждений помогают посмотреть на процесс усыновления иначе. Цель школы приемных родителей – подготовить родителей, дать основные знания, необходимые для создания крепкой семьи. На занятиях в сжатые сроки люди, которые до прихода сюда занимались всем, чем угодно, в разных направлениях, в разных профессиональных направлениях, разного возраста, разного опыта, получают эти знания. А при вручении сертификата они действительно готовы к профессиональной родителям. Которые не просто ощупь ее движутся по жизни, воспитывая ребенка, а умеют прогнозировать ситуацию и знают, как из нее выходить. Обязательная программа обучения составляет 72 часа. Часть времени разрешено использовать дистанционно. Будущие приемные родители должны освоить ряд литературных произведений, статей, рассказов. Они не только слушают лекции, но и обсуждают волнующие их темы, разыгрывают заданные ведущими ситуации, смотрят видеосюжеты, участвуют в мозговом штурме. Не менее важная часть подготовки – это индивидуальные консультации со специалистами. Сейчас в школе приемного родителя обучается уже третий поток. Конечно, хочется надеяться, что у этих людей все получится, а дети-сироты найдут своих родителей. Конечно, стать приемными родителями – это очень ответственное и непростое дело. И не может не радовать тот факт, что всего лишь год существования школы уже принес свои плоды. Недавно у нас была большая радость. Выпуск июньский семья усыновила двоих детей. Ну, то есть они в процессе усыновления, сейчас им переданы дети, дети в семье. Конечно, школа приемных родителей – это теоретическая база. Практика начинается после, когда в вашей семье появится новый человек. Часто после обучения усыновители решают, что они не готовы к такому серьезному шагу. Другие, наоборот, развивают для себя мифы и предрассудки и становятся еще более уверенными в своем решении. Счастье – это когда мама с папой и дети. Счастье – это когда есть друзья и когда ты не один. Счастье – это когда ты любишь другого человека, а этот человек в ответ любит тебя. И когда у тебя есть новый ответ. К другим новостям. Борьба служителей правопорядка с игорным бизнесом продолжается. Такая проблема, как зависимость от азартных игр, в наше время коснулась многих. Некоторые проигрывали последние деньги в казино и на специальных автоматах. И, конечно, сейчас ведется усиленная борьба с азартными играми. Так, например, в городе Сасово сотрудники ОМВД обнаружили некое заведение, в котором и находились эти автоматы. Баланс идет у нас рублевый. А дальше выбираете? Изъято 10 электронных терминалов. Полицейские получили информацию, что в городе Сасово работает заведение, в котором установлены электронные терминалы, предназначенные для азартных игр. В рамках проверки этих сведений сотрудники полиции провели необходимые оперативные разыскные мероприятия. В зале этого заведения дежурил специальный работник. К нему и обращались посетители, желающие поиграть на автоматах. Он переводил их деньги на электронные карточки, а уже с их помощью запускались электронные терминалы аппаратов. После манипуляции на терминале данные с карточки могли быть обналичены у того же работника. Из зала изъяли 10 электронных терминалов и более 40 тысяч рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка. В Михайловском районе на 219-м километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань около деревни Маково столкнулись в АС-4 модели, и автобус Лиа с аварией произошла вчера утром. Подробно о причинах ДТП в комментарии сотрудников автоинспекции. 32-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем ВАЗ-2104, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ под управлением жителя областного центра. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с полученными травмами для оказания помощи был доставлен в медицинское учреждение. И напоследок традиционный сюжет о погоде от Натальи Новиковой. Какой она, то есть погода, будет на этой неделе, узнаете из сюжета. В последние дни месяца жители нашего региона природа порадует разнообразием. Постепенно на сменах мурящемуся небу, проливающемуся на землю дождями, придет сухая и морозная погода. 28 октября в тылу циклона, уходящего на восток, на территории Рязанской области сохранится облачная погода с осадками, различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы минус 2, плюс 3 градуса по области, в Рязани 0, плюс 2. Днем 0, плюс 5 градусов по области, в Рязани плюс 2, плюс 4. С 29 октября по 1 ноября погоду будет определять обширный антициклон, пришедший из Западной Европы. Вероятность осадков в этот период мала. При обладающей температуре воздуха ночью минус 1, минус 6 градусов по области, в Рязани минус 2, минус 4. Днем минус 1, плюс 4 по области, 1, 3 градуса тепла в Рязани. В начале следующей недели, по предварительному прогнозу, усилится вынос более теплого и влажного воздуха с Атлантики. Поэтому увеличится вероятность осадков, но станет теплее на 2-3 градуса. Ночные утренние часы всего периода, местами на дорогах, есть условия для гололедицы. При такой погоде от прелести золотой осени мало что останется. Природа уже с серьезными намерениями начнет перестраиваться на зимний лад. На этом мы завершаем наш выпуск. Программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Далее смотрите программу подробностей. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok